Казань, столица Республики Татарстан, РФ, считается одним из крупнейших городов России. Столица Республики Татарстан имеет богатую древнюю историю, основанную в 1005 году с момента зарождения города. 15 октября в 1552 году Казань была захвачена Иваном Грозным. В этот период открылись пути имперского строительства. Почти все население было убито во время осады. В последние годы в Казани провели многочисленные реформы, восстановили исторические здания, чтобы отпраздновать свой тысячелетний юбилей. Это крупный промышленный, торговый и культурный центр и остается важнейшим центром татарской культуры. В Казани говорят как на русском, так и на татарском языках. Это истинное доказание о совокупности культур. Главная достопримечательность Казани – Кремль, который является объектом всемирного наследия. В Кремле есть как мечеть, так и Кул-Шариф, открытая в 2005 году, и Православный собор. Это Благовещенский собор, который действительно подчеркивает гармонию двух культур. Среди других известных достопримечательностей – Пизанская башня Суюмбики, музей Тысячелетия Казани и Казанский федеральный университет, где учился Ленин. Федеральный округ – Волга. Год основания – 1005. Население – 1216965, перепись 2016 года. Площадь – 425,3 квадратного километра. День города – 30 августа. Одна из причин, почему опытные туристы рекомендуют посетить Казань – это прекрасная архитектура. Этот город ошеломляет приезжих гостей своей необычной красотой. Например, Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Комплекс расположен в огромном дворце с колоннами в передней части и бронзовым деревом в середине входа. На строительство этого величественного здания пришлось государству выделить 1 миллиард рублей. Здание находится на берегах Волги. Гостям предлагают прогуляться на набережной вечером, потому что листья дерева красиво освещены. В самом сердце Казани есть центральная улица Буман. Это очень красивая и интересная пешеходная улица с бутиками, кафе, ресторанами, музеями, выставочными центрами и сувенирными лавками. Эта улица уже существует с 15 века и функционирует как торговый центр. На протяжении всей истории улица имела разные названия, пока в 1930 году ее не переименовали на Буман-стрит, названный в честь местного большевистского героя Николая Баумана. Улица Баумана – хорошее место для обеда или отдыха. Этот район предлагает множество красочных зданий и церквей. Даже местные здания, где находится Макдоналдс, невероятно красивы. Важно, еще одним шедевром старинной архитектуры является гостиный двор. Построен с 1800 по 1803 год на месте, где раньше был караван-сарай, двор, где путешественники могли остановиться и отдохнуть. Сегодня здесь расположен Национальный музей Республики Татарстан. Когда говорят о Кремле, многие сразу представляют себе Москву. Но следует отметить, что у многих российских городов есть свои кремлевские дворцы. Кремль – старый центр города с дворцами и церквями. Также у Казани есть свой собственный Кремль с впечатляющим расположением на берегах Волги. Белые стены включают несколько красочных зданий. Это здание является официальной резиденцией татарского президента, собственная опорная башня Казани и восточная жемчужина Кол-Шариф Моск. Эта мечеть была гордостью средневекового Казанского ханства, Исламской республики, которая была завоевана Российской империей в 1552 году. Во время вторжения царь Иван Грозный разрушил мечеть. Важно отметить, что эта мечеть Кол-Шариф считается крупнейшей мечетью в Европе. В России существуют 22 автономные республики. Казань принадлежит одной из этих республик – Татарстан. Республика Татарстан является одним из самых богатых регионов на всей территории России, к тому же имеет множество запасов нефти и газа. Более половины населения – исламские татары, а другая большая группа состоит из православных русских. Татары – тюркское население, пришедшее в XIII веке в Европу после того, как монгольский правитель Чингисхан расширил свою империю и приехал в Россию. Сегодня в России и Азии живут миллионы татар. Одной из этих областей является Татарстан со столицей Казани. Обратите внимание, на уличных указателях написано на двух языках – русском и татарском. В Казани также разговаривают на английском языке. В общественном транспорте остановки передаются на трех языках – татарском, русском и английском. Казань считается развитым городом. Казань также известен путешественникам как российский деловой город. В центре города есть дорогие отели и крупные банки. Даже рестораны предлагают специальное бизнес-меню для богатых посетителей. К счастью, есть также кафе, ориентированное на туристов. Наиболее излюбленным местом туристов считается кафе Кофейн. Это красиво оформленное кафе с большими диванами. Здесь подают хороший чай, кофе и специальные пирожные. В городе можно посетить типичные татарские рестораны с местными блюдами – треугольная выпечка с говядиной, луком и картофелем. Интересно. В Казани турист найдет не только красивые церкви и мечети, но и прекрасные места для отдыха. В районе Старого Аркина располагается знаменитый храм всех религий. Чтобы добраться до пункта назначения, нужно сесть на автобус 2 от центра города. Здание представляет основные религии мира. Строительство храма началось в 1994 году и все еще строится. Архитектор этого храма Эльдар Ханов хотел показать мирное сочетание разных культур. Этот храм также отражает традиции Татарстана. Это место, где исламские татары и православные русские живут вместе мирно и дружно. Еще одно причудливое здание в Казани – Казанский семейный центр. Это здание имеет форму горшка, который представляет собой горящие сердце центра города. Уникальной особенностью этого здания является то, что он может одновременно принимать за день несколько сотен человек и проводить до ста свадеб. Для того, чтобы пожениться в семейном центре Казани, жители подают заявку на несколько месяцев раньше. Для того, чтобы исследовать Казань и его ближайшие окружности, следует посетить такие города, как Болгар и Свияжск. Болгар – Казань, который когда-то был важным политическим и культурным центром могущественной Волжской Болгарии, историческое мусульманское государство 9-13, а затем Золотой Ордой, своего рода татарская Помпея. Разрушенный российскими войсками в 1431 году Казань город Болгар во время военной кампании против волжских болгар, предшественников современных татар, не был восстановлен. Но с живописными руинами 13-14 веков удалось восстановить образ древнего города. Экскурсия в Болгары из Казани будет интересна любителям истории. Город Болгар в Болгаре сохранились средневековые минареты, останки древних захоронений, включая гробницу хана, и ванны. Самое неповрежденное здание – черная палата, темное здание с красивыми окнами из ланцета, которые, согласно легенде, служили придворным домом. Экскурсия в Болгар планируется за несколько месяцев раньше. В эту окрестность приезжают туристы с марта по октябрь, чтобы исследовать исторические памятники и древние церкви. В Казани развит общественный транспорт. Обратите внимание, гостей привлекают более яркие и красочные исторические места. К ним можно отнести музей Волжской Болгарии, расположенный на территории заповедника. А те, кто любит средневековые ремесла, могут посетить музей хлеба и деревню мастеров. Болгар – небольшой казанский городок. Расстояние до Казани составляет 191 километр. До этого маленького поселка можно добраться как на лодке, так и на автомобиле, такси или шатле. Болгар был построен в 1950-х годах, сначала назывался Куйбышев, недалеко от места древнего Болгара или Великого Болгара, который был основан в X веке и в какой-то момент считался главным городом Волжской Болгарии. Часы работы кассы. В летний период музей работает с 8 часов до 17 часов, ежедневно, зимой только по будням. Вход на территорию заповедника бесплатный, но билеты необходимо купить заранее, чтобы увидеть некоторые экспозиции. Билет в музей Волжской Болгарии, также называемый музеем болгарской цивилизации, стоит 150 рублей. Стоимость на другие экспозиции составляет около 30-100 рублей. Звездочка площадь древнего Болгара большая, занимает почти 10 гектаров, поэтому гости могут арендовать электромобили или машины люкс-класса, чтобы доехать до достопримечательностей, которые они хотели бы увидеть. Прежде чем запланировать поездку, многие задаются вопросом, как легко и быстро добраться до пункта назначения. Важно, как правило, добраться до Болгара довольно сложно из-за неудобного расписания автобусов. До Казани легко добраться на поезде, самолеты Москва-Казань, Нижний Новгород-Казань, Ульяновск-Казань, Уфа-Казань. Туристы могут найти дешевые билеты из минеральных вод по направлению Казань на сайте. Автобус «Казань-Болгар-Казань» отъезжает с центрального вокзала Казани в 9 часов и 13 часов. Автобусы из Болгара выезжают в 6 часов и 14 часов 40 минут. Поездка занимает около 4,5 часа. Расписание графика автобусов можно посмотреть на официальном портале. Обратный автобусный билет можно заказать заранее. Иногда для путешественников планируется экскурсия в Болгар с ночевкой в отеле, расположенном недалеко от музейного заповедника, Регина. Отель скромный, две звезды, гости часто жалуются на завтрак, так как персонал не подает свежие продукты. Стоимость на экскурсионный тур можно посмотреть на сайте. Второй способ добраться до Болгара – это подводная лодка «Метеор», но она доступна только в летний сезон. Речной круиз считается популярным транспортным средством как среди местных жителей, так и среди приезжих гостей. От города Казань в Болгар отплывает теплоход «Метеор» в 8 часов и возвращается в 15 часов 40 минут. Время в пути – 2 часа 20 минут. В выходные дни в 9 часов в Болгар предоставляется дополнительный болгарский теплоход, который возвращается в 15 часов 30 минут. С этим графиком шансы увидеть древний город и не оставаться в городе на ночлег значительно увеличиваются. Обратите внимание, речной порт – расписание 2018 теплохода из города Казань до Болгар на сайте. Теплоход «Казань-Самара» – Казань-Болгария была государством, которое существовало на территории современного Татарстана в средние века. Волжские болгары внесли очень значительный вклад в историю города. Алмуш, король Болгарии, перешел в ханафи ислама. В 922 году объявил ислам государственной религии. Болгарский восточный рынок был основным торговым центром на пересечении торговых путей с востока на запад. Болгарские мастера были известны во всем мире своими изысканными золотыми ювелирными изделиями, кожаными и металлическими изделиями. После того, как Болгария была разрушена монгольскими полчищами в 1236 году, вместо нее возникло другое государство – Казанское ханство, которое впоследствии стало частью российского государства. Участок древнего Болгара был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние годы местными властями были восстановлены основные достопримечательности. Болгар может похвастаться самым большим в мире Кораном. Рядом с ним находится мавзолей хана. Прекрасная архитектурная особенность Болгара – это мечеть, которая была построена в 1260-х годах. Здание – более прочные стены, восьмиугольные колонны и угловые башни. Со временем зданию нанесли ущерб люди, которые охотились за сокровищами. Им удалось вырыть туннели под строением, чтобы вынести драгоценности. Мечеть была сохранена и частично восстановлена в 1964-1967 годах. Нынешний минорет, восстановленный на первоначальном фундаменте вместо старого, который разрушился в 1841 году, является результатом последних работ по сохранению наследия с 1995 года. Обратите внимание. Изгиб Алгаржени – это праздник, посвященный принятию ислама. Это религиозное мероприятие местные жители отмечают в конце мая. Кульминацией фестиваля является молитва намаза в соборной мечети. Также была восстановлена главная конгрегационалистская мечеть, в комплекте с высоким миноретом. Оригинальное здание относится к XIII веку. Рядом с ним расположен Северный мавзолей XIV века. В этом районе также несколько развалин, они являются остатками дворцов и бань. В рамках экскурсионного тура гости могут посетить Свято-Авраемевскую церковь. Этот храм был возведен в 1988 году. Основной целью туристов является услышать проповедь про Таирея. Великий Владмирир Головин – почетный настоятель Свято-Авпамеевской церкви. Прозорливый старец может утешить людей, которые нуждаются в духовной помощи. Интересно. Самая большая достопримечательность Болгара – недавно построенная Белая мечеть, которую прозвали «Татарский Тадж-Махал». Также есть хлеб-музей, который олицетворяет жизнь татарской деревней на рубеже XX века, а также новый музей, посвященный жизни дворянства Спасово района, где расположен Болгар. Для тех, кого не впечатляет археология и история, планируется специальная экскурсия в город Болгар на ферму верблюдов. Гости могут попробовать немного верблюжьего молока. Теплоход «Казань-Москва-Казань» работает с ПН. По ПТ. С 8 до 5 часов, выходные дни – с 8 до 18 часов. Стоимость билета составляет 50 рублей звездочка. Адрес – улица Назаровых, 67. В завершение следует отметить, что из Болгара в Казань ежедневно курсируют автобусы различных компаний. Для тех, кто собирается сделать бронь за несколько недель раньше, предоставляется скидка. Получить более подробную информацию можно, посетив официальный сайт.